Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо, с вами Радайкин Максим. И я Борис Марсангеевич, всем добрый день. Девять Чернобыля и все реакторы АЭС Украины на пределе, а электричества все равно не хватает. Представляют ли опасность необкатанные реакторы после ремонта, а также работающие на полной мощности другие старые советские реакторы всех оставшихся АЭС Украины, часть которых еще, как вишенка на торте, заполнены американским ядерным топливом. Борис Анидович, вам слово. Давайте попробуем без политических каких-то страстей, это без нас есть кому рассказать, давайте просто задумаемся о тех атомных энергоблоках, которые на территории подконтрольной Киеву есть, и как у них выглядит режим работы. Раз уж так интересно топливо, ну давайте по порядку, по алфавиту что ли, или не по алфавиту. Ровенская атомная электростанция на самом деле самая проблемная, два блока ВВР-440, два блока ВВР-1000, разные немножко блоки. Что у нас? Южно-Украинская, три блока ВВР-1000, все это одна серия, и Хмельницкая атомная электростанция, два блока ВВР-1000. По ВВР-1000 загрузки идут действительно шведским топливом Вестингауза, наверное, так можно сформулировать, завод принадлежит компании Вестингауз, но находится в Вестерусе, это Швеция. Да, был отрицательный опыт топлива именно от Вестингауз, в начале нулевых загружали не только на Украине, но и в Чехии. В обоих случаях был один и тот же дефект, как мягко выразилась проверяющая комиссия, тепловые сборки испытывали деформацию сжатия, скручивания и изгиба. То есть их стало сворачивать в бараний рог по той причине, что они не были достаточно прочными. И что касается Чехии, то это был первый случай, когда топливный контракт был прерван, Чехия вернулась к топливу от Росатома. Ну, с той поры достаточно много лет прошло, напомню, что еще, по-моему, в 18-19 году Чехия на атомной электростанции своей, на теме линии, поставила 6 сборок в Вестингаузовских, для того, чтобы проверить на протяжении всей топливной сессии, то есть то время, которое тепловыделяющие элементы находятся внутри активной зоны. Проверили, проверили во время работы, провели постреакторное испытание, никаких проблем не возникло. То есть с ВВР-1000 нам действительно топливом для реактора ВВР-1000 весь Вестингауз справился. Нравится нам это или нет, но это просто как факт, и то, что сейчас отказываются от продолжения контакта с Росатомом в Чехии, ну, тоже такое наглядное доказательство. Можно как угодно относиться к энергоатому, но сомневаться в том, что в Чехии проверили максимально жестко, на самом деле не приходится. Что касается Ровенской, это первая площадка в мире, где Вестингауз начал загрузку топлива для ВВР-440 не российского дизайна с сентября 2023 года. Тогда пришла первая партия, в открытых источниках разобраться, все топливо заменили или нет, или еще остались наши Росатомовские сборки, возможно, не представляется. Тем не менее, да, Ровенская атомная электростанция была первой, но дальше включились, опять же, Чехия для атомной электростанции, Дукованы, там тоже ВВР-440, и Лови из этой Финляндии тоже ВВР-440. Там и там загрузка идет, вроде бы никто никаких жалоб пока не предъявлял. Так что будем надеяться, что после полученного горького опыта с ВВР-тысячных, топливо для ВВР-440 делалось уже в нормальном качестве, так скажем. Теперь попробуем вернуться в оперативную обстановку. Что происходит после того, как неопознанно летающий объект где-то лег на провода, на подстанцию и что-то еще? Система вывода мощности атомной электростанции сообщает, вывести мощность не могу, давай выключаться. При этом слово «давай выключаться» произносится одновременно с включением, работает автоматика. То есть все достаточно быстро и просто. Опускается стержня, поглощающая все свободные нейтроны, реакция деления прекращается, атомная электростанция остановилась, атомный энергоблок остановился. Возникает сразу два вопроса. Если вместе с этими системами вывода мощности отключилось питание на собственные нужды, на работу циркуляционных насосов в активной зоне, на работу насосов в бассейнах выдержки, то должна включиться автоматически собственная генерация, либо должна включиться независимая линия электропередач внешнего питания. Если с этим все в порядке, то что происходит в таких случаях, мы видели на примере запорожской атомной электростанции. Достаточно долгое время станция выдерживает сама себя. То, что при этом не происходит в генерации, ну, совершенно понятно. Будем надеяться, что те требования МАГАТЭ, которые имеются, 10 суток, атомный энергоблок должен придерживаться на собственной генерации, дизельной, сторонняя других электростанций, должны выдерживать. То, что может быть критично для атомной электростанции, это быстрый ввод в работу после того, как, грубо говоря, оборвали вам подстанцию, она не работает. Блок временно выключен, примчались энергетики, все отремонтировали, сообщили, что готовы принимать электроэнергию. И вот здесь важно, чтобы персонал электростанции делал это тоже штатно. Есть инструкция, как пошагово набирается мощность. То есть, сразу выйти на 100% нет, нельзя, это запрещено. Запрещено и энергоатомом, запрещено и национальным регулятором. На Украине он тоже имеется. Ну, и, разумеется, запрещено всеми инструкциями МАГАТЭ. Вот в том случае, если все будет проходить штатно, то никаких теней Чернобыля мы там не увидим. Если будет происходить не штатно, ну, могут быть проблемы. Я надеюсь, что по шкале ИНОС, которые регистрируют радиационную опасность, выше единички-двоечки не поднимется. Это возникновение радиационной опасности внутри самой атомной электростанции, не выходя за периметр. В чем может быть проблема? Вы включаете на полную мощность реакцию. Тепловыделяющие сборки, они длинные, прямо скажем. И может получиться тепловой удар. В одном месте уже согрелось, в другом месте не согрелось. Критично до разгерметизации. На самом деле, что касается ядерного топлива, при его производстве рассчитывают на многое. Но на то, что будут рвать электросети, и сначала блок разгружается, потому что вывести мощность нельзя. Потом идет команда, что срочно нужна мощность, потому что сколько-то населенных пунктов или важных промышленных производств без электроэнергии, это критично. Вот здесь важно, чтобы экипаж атомной электростанции сработал штатно. Если будут соблюдать те инструкции, которые имеются на любой атомной электростанции, то ничего критичного произойти не должно. Вот, собственно, мысли вслух по этому поводу. И, конечно, очень важно, чтобы на всех этих атомных электростанциях внешнее питание, либо питание на дизельных электростанциях было настолько же надежно, как мы это видели на Запорожской атомной электростанции, которая, вопреки всем инструкциям МАГАТЭ, на собственной генерации продержалась не 10 суток, а 30. И при этом по шкале ИНОС мы имели ноль. Ну, надо иметь в виду, что Запорожская атомная электростанция находится в режиме холодного останова, а сейчас, после проведения всех планово-предупредительных ремонтов, все атомные электростанции на территории подконтрольного Киева работают на полную мощность. Почему они работают на полную мощность, тоже совершенно понятно. У нас только одно государство имеет лицензию на атаки на ядерные объекты, это сам киевский режим. Мы себе, наши вооруженные силы, себе такого ни разу не позволяли. Но это тоже понятно, потому что ядерные, радиоактивные объекты, по нему оказывать воздействие за счет БПЛА, ракеты и прочего-прочего, для психически нормальных людей это невозможно. Будем надеяться, что выдержат атомные электростанции, а сколько при этом будет блэкаутов, но это зависит от того, какое воздействие получат распределительные сети, подстанции, что будет с тепловыми электростанциями. Самый критичный случай, не работает подстанция, выводящая мощность, нет внешнего питания, необходимо в максимально сжатые сроки перейти на дизель-генерацию. Если с этим на всех трех атомных электростанциях Украины все штатно, то должны выдержать. Вопросы о том, что будет с населенными пунктами и с прочими потребителями, это, пожалуйста, не ко мне, я не настолько тонкий знаток и ценитель украинских городов и сел, так скажем. Ну и вопрос, с вашей стороны, Максим, был именно о ядерной безопасности. Если все проходит штатно, то ничего критического произойти не должно. Критично отсутствие генераторов, тогда мы получим режим Фукусимской атомной электростанции. Топливо греется, охлаждать его невозможно со всеми вытекающими, вылетающими, вырывающимися за пределы контура площадки атомно-электростанциями и последствиями. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Борис Сеонидович, а вот какое имеет воздействие на сами реакторы, на топливо, находящееся в них, то, что их сейчас достаточно плотно эксплуатируют? Всё-таки раньше выработка на атомных электростанциях в процентах, хоть на Украине была и чуть ли не выше всех в мире, но, тем не менее, они не работали под такой нагрузкой. И плюс, на фоне сдвига вправо отопительного сезона на Украине, планируется, что и население начнётся активнее греться электричеством, обогревателями. Это будет как-то воздействовать, или слон большой ему без разницы? Слон большой, ему без разницы, потому что, если будет превышение спроса, автоматика отключит какую-то группу потребителей, на этом всё и закончится. Ничего такого выдающегося, чтобы заставить атомное электростанцию работать на сверхпроектной мощности, не произойдёт ни в коем случае. Будет греться население электричеством, ну, хорошо, какую-то часть жилых кварталов будет просто отключать автомат. Диспетчерское управление на Украине тоже имеется, такие случаи предусмотрены. Есть три категории потребителей, вот начиная с самых неважных, то есть частных потребителей, всё и начинается. Дальше идут промышленные потребители, ну, и критическая инфраструктура, система водоподачи, водоотведения, холодильная камера на продовольственных складах и так далее, и так далее. Это категория номер один, её отключают в самых ранних случаях. И там, где категория номер один, всегда есть резервная генерация, та же дизельная, и хоть бензиновая, хоть какая-нибудь, она должна быть, потому что если у вас крупные склады продовольствия разморозятся, ну, это в любом случае гуманитарная катастрофа. Население, да, группа номер три, тут ничего не сделаешь. Способны ли работать атомные электростанции на мощности 100%? Да, их для этого, собственно, и создавали. Таковая их доля. Нормальный режим работы – это 100% мощности, максимально возможное время от одного планового предупредительного ремонта до другого планового предупредительного ремонта. Именно поэтому коэффициент использования установленной мощности у атомных электростанций превышает 80%. Так что, вот, проблема населения – это проблема населения, но не атомная генерация, так скажем. Атомная генерация способна работать 365 дней на 24, если планового предупредительного ремонта не было предусмотрено. Сейчас они все были проведены в основном в летнее время, последнее включилось, по-моему, две или три недели назад. Плановый предупредительный ремонт тоже закончился, то есть до следующих плановых предупредительных ремонтов, по крайней мере, с атомной генерацией на Украине все должно быть в порядке. Борис Александрович, несколько, так сказать, лет назад Украина отказалась от услуг Росатома по обслуживанию своих реакторов. Как известно, раньше мы и производили продление сроков их работы, и, в принципе, помогали и с обслуживанием, и с ремонтом. Это могло как-то негативно сказаться на их безопасности, либо потенциале безаварийной работы? Думаю, что вряд ли, потому что инспекция МАГАТЭ там проходит. Что касается того, что снято гарантийное обязательство, ну, как любой производитель любого автомобиля, если он узнает, что вы заправлялись не на нормальной заправке, а за углом у дяди Васи, он, естественно, вам бесплатно двигатель ремонтировать не будет. Росатома сейчас не несет никаких гарантийных обязательств, потому что происходит с этим неизвестным Росатому топливом. Мы же его не тестировали, не проверяли, мы не знаем его тепловые характеристики, прочностные характеристики. Это нам все неизвестно, вы работаете на свой страх и риск. Ну и, кроме того, переход на топливо в Вестингаусс произошел массово, собственно говоря, после того, как было построено ЦХОЯТ, Центральное хранилище облученного ядерного топлива, все в той же зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Я не думаю, что с этим хранилищем что-то не в порядке. Строил более чем известный американский производитель, гарантия у него на 50 лет. Объем рассчитан на то, чтобы все топливо, которое за время эксплуатации образуется, облученное ядерное топливо, можно было хранить там. Что будет через 50 лет, сказать сложно. Можно прислушаться к заявлениям из Киева, через 50 лет мы научимся производить МОКС-топливо, у нас будут великолепные американские реакторы, мы будем впереди планеты всей. Если кому-то нравятся такие сказки, то, пожалуйста, слушайте. Если говорить о реальности, да, хранилища вот такие объемы облученного топлива выдержат. Что делать через 50 лет, надо думать. Холток, который устроила американская компания, более чем известный производитель, у них таких проектов по Соединенным Штатам немало, может быть, меньшего объема, но технология более чем известна. То, что можно попросить у них через 50 лет построить еще одно такое хранилище. И из того хранилища, гарантия на которого закончится, перенести топливо, следующее подождать еще 50 лет. Вот такой алгоритм можно использовать, чтобы все было в порядке. В этом случае нет необходимости обращаться к Росатому за услугами по переработке облученного топлива, можно вот сидеть на этом хранилище. Так многие страны делают, например, Соединенные Штаты. Есть пример для подражания. У Соединенных Штатов тоже нет технологий переработки облученного топлива, хранят кто где может. Кто-то в бассейнах выдержки. Некоторые владельцы, компании, владеющие атомными экстрасенсами, просто скидываются для того, чтобы от Холтока получить сухое хранилище, вот такого же типа, как в Чернобыле, и держат там в надежде, что государство США когда-нибудь будет выполнять свои обязательства. Такое тоже бывает. Борис Анидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на Тинзограм-канал Геоэнергетика. Инфо ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансового поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодры вещали на всех площадках, без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже существенная поддержка нашего проекта. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала «Независимый аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.Инфо». Слово «Независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба для нас стала дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего. Альтернатива поиска спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на спонсору. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика.Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.